Сегодня речь пойдет о провале проекта ее мобилей, о торжестве автомобилей Тесла в России. Для чего нам это интересно? Если мы занимаемся методологией развития науки и техники в мире, то нам это должно быть интересно очень. Потому что, вот представьте себе, у нас появилось перед нами, перед глазами, несколько проектов, и как мы должны к ним отнестись, как мы должны понять, какой из них перспективен, какой не перспективен. Но в самом деле, первый взгляд на автомобиль ее мобилей говорил, что этот проект очень перспективен, очень и очень. Тем не менее, он проводился. В том же время, казалось бы, автомобиль Тесла, один из проектов, которых тогда существовали, на тот момент, в 2006 году, когда он строился, он был чрезвычайно дорогой, какой-то совершенно неуклюжий, на него мало кто обратил внимание. Существует, а здесь есть один очень простой критерий, про который я могу сказать, что, как правило, инновационный продукт, он не это придумал, это придумал Сергей Борисович Переслегин, как правило, инновационный продукт осуществляет прорыв всего лишь по одному направлению, а если мы имеем заявку на порыв по 3, 4, 5 или 6 направлениям, то, скорее всего, проект этот провальный. Вот так и произошло с ее мобилем. Первоначально, что они заявили, как они решили этот проект организовывать? Организовывали они следующим, они заявили несколько таких проектов. Ну, первое, это полипропиленовый кузов, так называемый. Все гоночные автомобили делаются из карбона, они решили делать его из полипропилена. В связи с этим делали каркасные, каркасники, раму, и... Полипропилен, это из пластмассы? Да, из пластмассы. Попытались на него вешать вот эти самые панели из полипропилена. Делаются они тоже из газа, наш спонсор Газпром. Второе, что они в Попу Италии сделали? Это они решили сделать ротор над лопастной двигатель. То есть не двигатель внутреннего сгорания, а ротор над лопастной двигатель. Об этом говорят давно, но с ротор над лопастной двигателем очень сложно снимать мощность. Говорили, что в Новосибирске кто-то что-то придумал. Вот. Третий проект, о чем они говорят, это гибридный автомобиль. Но не параллельного действия, как обычный гибридный автомобиль, а последовательного. Ну, на самом деле, у обычного гибрида у него присутствует как электрическая трансмиссия, так и механическая. Что когда нужно, вам электрическая подключается к механической, и вместе они тянут автомобиль. Когда у тебя мощность и излишняя получается, то аккумуляторы на борту автомобиля заряжаются, и электроэнергия хранится до лучшего времени. Эта давно схема устраивалась, тот самый Тесла, но уже самый настоящий Никола Тесла, в свое время построил такой автомобиль. Там действительно работал на его борту генератор, он заряжал аккумулятор. От этого аккумулятора ток подавался на электромотор, и электромотор двигал автомобиль вперед. Оказалось, это невыгодно и совершенно бесперспективно на тот момент. Поэтому они сказали, мы будем заряжать не аккумулятор, а мы будем заряжать, так называемый, янистер. То есть, просто конденсатор большой емкости. Заряжают его, и мы поехали. Все это красиво, конечно, все обозвучало на бумаге. Вот, таков расклад. Мы видим, что в настоящий момент они предложили большое количество всевозможных инноваций, и попытались их совместить в одном автомобиле. И у них пошел по всем этим направлениям провал. Полипропиленовый корпус оказался, что не имеет нужной жесткости, и в результате вот эта капсула с полипропиленом оказалась слишком мягкой. И у него, и люди, которые пассажиры, водители, которые находятся внутри автомобиля, оказались слишком слабо защищены. Поэтому они от этого проекта отказались, решили строить обычный автомобиль, туда вставлять просто отдельные полипропиленовые детали. Там где-то дверь вставляют, сто тысяч. Следующий момент. Ну вот она, на постной двигателе, об этом уже говорят больше ста лет. Судя по всему, хотя вся эта информация закрыта, и следующий проект новосибирский оказался недействительным. Использовать стало его невозможно. Вот. Но самый большой конфуз ребят ожидал в использовании последовательной двигательной установки. В чем здесь у них катастрофа-то произошла? А катастрофа произошла в следующем, что у нас, что вот этот самый ионисток или суперконденсатор оказался все-таки имеющий относительно большую, маленькую емкость. Тогда он в определенных режимах работы начинает работать не как помощник для основного двигателя, но как просто его противник. Ну почему? Ну потому что, вот представьте себе, когда у вас параллельно находится аккумулятор и двигатель, если у вас аккумулятор пустой, а вам нужна вся мощность двигателя, то вы просто, грубо говоря, отключаете аккумулятор, используете всю мощность двигателя, да? А здесь, поскольку у тебя схемы параллельно нету, она всего лишь последовательная, если у тебя пустой ионисток или суперконденсатор, а тебе нужна вся мощность двигателя, то он будет у этого двигателя, которому и так мощности не хватает, будет еще на себя отбирать значительную часть мощности. Ну все вот на достаточно... у меня вот была когда-то Деонексия, я замечал, что мощность двигателя падает, когда включаешь кондиционер. Падает и все, на полную мощь включил это. Потому что потребитель. Ну потому что потребитель. А здесь только все гораздо более интенсивнее. И ситуация возникла парадоксальная. Вот представь себе, ты поехал на обгон, выехал на встречную полосу, и тут у тебя вся мощность доисчезла. Потому что его хватает, например, на взвод этого автомобиля, скажем, до скорости 60 км в час. Вот этого конденсатора. А все дальше, все, он начинает работать не как помощник для двигателя, но прямая его противоположность, как то, что забирает значительную часть мощности. И, да здравствует лобовое столкновение. Вот они, по-моему, приглашали через журналы, показывали, и кто-то там сфотографировал. Такое получилось, что у них кое-когда, кое-где, мгновенный расход топлива 57 литров в секунду. Ну, где-то здесь из общего, из расчета на 100, да? Из расчета 57 литров. То есть, то, что подходит для белазов, для карьерных самосвалов, у них же система так и работает, сначала заряжаются аккумуляторы, генераторы заряжают, а потом эти аккумуляторы вращают двигатели, расположенные в каждом колесе. Оказалось, что для городского или простого автомобиля совершенно не подходит. Да? Не экономично. Не то, что не экономично, а потому что у него другой режим работы. И опасно, да? У него другой режим работы. Ему надо делать обгоны, рывки и так далее. А там этот, едет этот белаз по горной дороге, он все время едет с постоянной скоростью. Плюс, там очень большая мощность, и надо удобнее управлять через электронную трансмиссию. А здесь ей гораздо удобнее управлять механической трансмиссией. Поэтому этот замечательный проект «Требюмобиль» в настоящее время имеет не то смысле торжество российских инженеров, а наш большой неизбывный позор. То есть этот проект слишком распиарен. Все уже сертификаты раздали. Да, и это наш позор просто неизбывный оказалось. Скорее всего, они его не доведут до конца. Сейчас уже говорят, 15-м годом, потом еще раз перенесут. Но я хочу обратить внимание, что было заявлено большое количество инновационных предложений, и все эти инновационные вещи, они все оказались недействительными. То есть они все оказались отвратительными. Потом, когда все это заявилось, например, про последовательное соединение Eonistro и двигателя, я, конечно, могу догадаться. Но я, например, раньше не предполагал, думал, что это можно как-то обойти. Но, судя по всему, обойти это технически нельзя. И все очень печально. Совсем оказалось по-другому с автомобилем Tesla. Это компания, которая создана примерно в 2006 году, то есть достаточно молодая, и в настоящий момент помимо спортивного автомобиля выпускает всего лишь один двигатель, всего лишь одну модель. В чем состоит ее идея? Она состоит в одной очень простой вещи, что мы берем большое количество аккумуляторов от ноутбуков, размещаем их в нищие автомобили, снимаем с них электричество, и на этой машине, и на этом ездим. Это, казалось бы... Аккумуляторы заряжаем отдельно, да? Ну, по-разному. Единственная их инновация, как что они предложили, это технологию какую-то тайную, быстрой зарядки аккумуляторов. Ты приехал на специальную заправочную станцию, зарядную, и в течение получаса ты можешь зарядить полностью на 100% все свои аккумуляторы. Если тебе это не нравится, то ты можешь в течение 90 секунд их сменить. Тогда это будет просто стоить денег. То есть приехал, ты за 90 секунд взяли и их поменяли по днищу. Вот. Обратите внимание, что никаких новых прорывных проектов вот эта компания Tesla людям не обещала. У них единственная инновация – это скоростная зарядка батареек для ноутбуков. Это все их единственная инновация. Тем не менее, эффект от того, что они предложили, оказался разительным. Но обратите внимание, что здесь две трети агрегатов, которые есть на обычном автомобиле, здесь оказываются ненужные. Тебе не нужен отдельный аккумулятор. Тебе не нужен охладительная ситуация. Тебе не нужен радиатор. Тебе не нужен значит... Двигатель, глушитель. Ну, сам собой двигатель, глушитель тебе не нужен. Тебе не нужна мощная трансмиссия всевозможная. Ничего тебе практически не нужно. У тебя, ты весь сидишь на электричестве. У него спереди багажник, сзади багажник. Салон такой, что в него вмещается сельчерник. А двигатель, я на мост? Двигатель у него небольшой, находится на задней оси. То есть, он даже не мешает... Совершенно, да. Он немножко греется. Его не нужно никогда менять масло. Его же вообще, этот автомобиль, вообще не нужно никогда проводить ему обслуживание техническое. У него уже нет жидкостей. У него это... Спереди и сзади багажник, да? Да, и спереди, и сзади багажник. Увеличилось место. Да. Как полезно. Плюс, он еще ватронебус. То есть, у него... Он обладает исключительной мощностью. В основном смысле, даже не мощностью, а вращающим моментом. Интернет полностью завален всевозможными роликами, где автомобиль Tesla соревнуется с лучшими скоростными автомобилями мира. Ну, потому что, раз вы на динамике, у него нету, он сразу включается на полную машину, да? И вот, там, Dodge Reaper, BMW M5, он обходит их очень хорошо. Ну, не скажу, как стоять, но обходит. Ну, смысл-то объясни, почему. Потому что, у него раздонной динамики нет, он сразу включается на максимальный режим. Да, у него на любых оборотах, у него вращательный момент, у него всегда может достигнуть максимальный, при любых оборотах. Почти моментально, да? Да, у него нет трансмиссии, нет коробки передач, там нечему ломаться по большому счету. Плюс полезная масса у него лучше. Соотношение полезной массы к этой, мощности. Да, он достаточно легкий, для такого большого автомобиля Gran Turismo, он 1 тонну 800 кг весит за счет, в первую очередь, алюминиевого кузова. Это вот происходит. Но я вот хочу ваше обратить внимание, первое, что ребята не сделали фактически ничего нового, никаких инноваций, особенно их не придумали. Всях инноваций состоит в том, что они быстро научились заряжать батарейки, или ноутбука. Нет, просто раньше батарейки очень дорого стоили, а на самом деле инновация состоит в том, что общими усилиями достигнута дешевизна. Да, притом очень важно понимать не усилиями автомобильной фирмы, а усилиями вот этих бесчисленного количества производителей, которые делали ноутбуки. Им было очень важно литий-ионную батарейку сделать дешевую, и они литий-ионную батарейку сделали. А я отсюда стал возможным комплектовать все, что угодно. Эти батареи достаточно дешевые и эффективные. Да, да. Да, и вот они этой ситуацией, они заняты. Может, емобиль перейдет на эти рельсы, и в конце концов встанет этим тоже? Все-таки емобиль... Ну, это быть может, но это должна быть эволюционная достаточно вещь, то есть они должны отказаться от всего, а те вот американцы собираются года через два выпустить уже массу автомобилей, сегмента, ну, в районе 35 тысяч долларов США, которые должен быть стоить. Настоящий момент по Меркиру разворачивается система, и к концу года она будет построена, зарядных станций, где можно будет проехать всю эту, всю территорию США, заряжаясь там бесплатно. То есть зарядка на них будет бесплатно. Вот представьте себе, сколько стоит бензин, особенно на автомобиле уровня Гран-Туризм, а он здесь будет, вся поездка его будет абсолютно бесплатной. А как же это допустили нефтяные магнаты? Я думаю, что их попросили. Ну, я думаю, что все, что делали могли нефтяные магнаты, они аналогичные разработки, которые происходили вместе с автомобильными фирмами, которые происходили внутри автомобильных ферм, они тормозили как могли. Нет, ну электрические двигатели давно придумали. И, в принципе, логично было на него перейти. Да. Из-за дешевизны электричества. Да, конечно. Все это отлично понимали. Просто не было простой вещи, не было достаточно емких и дешевых батареек. Вот они появились. Притом не усилиями автомобильных гигантов, а усилиями каких-то китайских, корейских. Нет, наши были аккумуляторы, просто их вес огромный. Да, да, да. А здесь очень маленький. И малогетильный. Он проезжает на одной зарядке порядка 470 километров. Это много. Это как обычный банк автомобиля. И при этом всякая зарядка будет у вас совершенно бесплатной. Это вещь совершенно чудесная и необъяснимая. Ну, может быть, еще задумались о некого рода альтернативе, потому что, глядишь, нефтяной век закончится. Да, да. Он закончится. Нет, он закончится. Закончится не рано или поздно. Мой сейчас прогресс, я посмотрел по нему, что подобного рода технология убьет обычный традиционный автомобиль. Потому что вот этот автомобиль дешевле. Экологически. Экологически чистый. Да. Этот, он гораздо более комфортный, он бесшумен. Плюс эффективный. Да, гораздо эффективный, гораздо более мощный и в связи с гораздо меньше денег. Плюс еще очередная революция намечается. В последние годы начал стремительно падать карбон по стоимости. Раз падает карбон по стоимости, только алюминиевый кузов будет заменен на карбоновый. А значит, он будет сколько там, килограмм пятьдесят весить, собственно, кузов. Вот. То есть, электричество еще повысится в два раза просто, да? Да. Но я хочу обратить внимание, что никаких особых революционных вещей люди не сделали. Все, что это было, они просто до определенного уровня, представляете, просто емкость батареек росла-росла, доросла до определенного уровня и на определенном уровне оказалось, возможно, такое чудо, как автомобиль Тесла. серия С уровня гран-туризма, который стоит от 70 до 100 тысяч долларов США в Америке. На нем стоит очередь. Он сейчас, например, в Норвегии уже самый продаваемый автомобиль. Вообще. Не, но одно время живут эти гибриды же. Да, гибриды это как раз тупиковый путь. Почему он тупиковый оказался? Потому что ты, по сути, два типа агрегата дублируешь на одном и том же автомобиле. Тебе не нужно. А вот там простое электричество. В общем, он сложный же так. Да, он чрезвычайно сложный. Ну, такой, дорогой и так далее. И во многом он не только наследует достоинства обоих типов автомобиля, но и наследует их недостатки, безусловно. вот. С этим, значит, с Тесла... Так в городской среде же вообще можно запустить все будет, как троллейбусы. Все на электричестве. Да, вполне возможно. Теперь, еще очень важный факт понимать, вот мы знаем закон, который гласит о том, что количество значит, транзисторов в электронных устройствах каждые два года удваивается. Знаете, да? Вот такой известный закон. Последние годы этот закон был наушен. Наушен не в том, что худший способ. Ускорился. А ускорился еще ускорился. Последние несколько лет. Там, оказывается, у нас для емких батареек всевозможных существует аналогичный закон. Он говорит, что емкость батареек каждые пять лет утраивается. Это означает, что пойдет пять лет и за те же самые деньги можно будет купить автомобиль, который будет проезжать уже не пятьсот километров, а тысячи пятьсот. Или уменьшить количество этих батареек в три раза. Если более эффективно. Сделать его значительно более дешевым. Ведь у него перспектива быть очень дешевым, она очень велика. Обратите внимание, господа. Действительно, подешевеет сильно карбон, и как сейчас дешевеет алюминий, то он сам по себе подешевеет жутко. Потому что карбон, наверное, не ржевеет? Да, не ржевеет. Это личный автомобиль. Менее подвеску только. Да, ему не нужно ни масла, ни охлаждающей жидкости. У него идеальная аэродинамика, потому что нет воздухозаборников, ему же нечего охлаждать. По сути, там там охлаждает не ходит тихонечко. Ну, это уже для самого себя. Ты его там внутри ставишь. А тебе не нужно вот решетка радиатора, тебе не нужно излишек тепла, внутреннее сгорание, куда-то там отдавать. У него идеальная аэродинамика. Ну, я опять на этой точке зрения хочу, почему мы тут занимаемся слегка в философии, то есть методологии развития науки и техники, ее зафиксировать. Что с первой позиции, в отличие от Юмобеля, который обещал там 4-5 инноваций по различным направлениям, ребята практически ничего нового не заявили. Да? Потому что люди умеют деньги считать. Они никаких новых инноваций особо не заявили, все, что у них было, это просто они четко ну, в 2006 году они уже понимали, что пока они будут заниматься своей работой, батарейки достигнут такого емкости и такой массы, что на них можно будет ездить на автомобиле в Гран-Туризм. И они под это дело подготовились. Пройдет еще 5 лет, будет все еще лучше. Я отчего хочу заметить фундаментальный факт, который сейчас люди не замечают. Сейчас существуют достаточно дорогие самолеты с карбоновым кузовом. Ну вот, например, какой-то итальянский двухместный самолетик, он вместе с двигателем и всем прочим весит 220 килограмм. Летает достаточно приличной скоростью, больше 200 км в час и так далее. Но очень похоже, что если батарейки будут так же набирать собственную емкость, то скоро станет актуален не просто электроавтомобиль, но и электросамолет. Ну или вертолет. Но вертолет еще бы мощность нам достать, еще добраться мощности. Вертолет-то был идеальный, потому что электрикального взлета. Конечно. То есть вот это два фактора падения стоимости карбона и падения стоимости батареек, оно по большому счету приведет к реальному фундаментальному различию, потому что все-таки автомобилю Тесла для него нужны дороги. Для вертолета Тесла дороги будут не нужны. То есть такое же, что будущее вот-вот грядит. И как фильм фотосистик рисует там, что уже все летает. Да, оно уже почти здесь. То есть по крайней мере когда смотришь видеоролики или вот этот фильм географик по заводе Тесла в Калифорнии, а там очень мало работает людей, могу вам сказать. Все делают фактически роботы, как и везде. Ну, поскольку у нас сам по себе автомобиль чрезвычайно простой получается, то будущее вот оно уже сейчас здесь. Так а почему мы такое не делают, почему другие такое не делают? Принцип-то очень прост. Фактически надо взять базу любого автомобиля, все лишнее убрать и чуть-чуть там добавить. Да, да, но тем не менее сделали вот это американцы. Я считаю, что у них благоприятная среда. До сих пор компания Тесла она убыточна и примерно у нее 400 миллионов долларов в год убытка. Понятно, что в России подобного рода компания невозможна в принципе. Это что означает? Ну, она была когда в 2006 году, а уже в 2007 году за ней побегали два уровня этих кредиторов, которым была нужна. Одни с утюгом, втори с паяльником. Это была бы их грустная истина. Потому что у нас вот инновации такого рода совершенно невозможны. Ни в коем случае. Хотя идея настолько простая и замечательная, и рынок, который в будущем может быть принадлежит этим автомобилям, это будут десятки триллионов долларов в год. Представьте себе, это потребуется весь парк автомобилей заменить на электротранспорт вот такой весь. Так это одна США 300 миллионов автомобилей. Вот взять их и заменить. Это громадный рынок. Казалось бы, вещь очень простая, но почему в нашей стране стал возможен быть в этой фейковой проект ее мобили и не стал возможен, ну, не знаю, ребята занимались автомобилестроением, выкривали какие-то гонки, они что, не понимали на тот момент, когда там в 2010 или 2009 году таймер для меня, что вот возможно вот это, типа автомобиля Тесла, ведь автомобиль Тесла спортивный за большие деньги уже существовал. Причем тенденции на компьютерном рынке и вообще на рынке всякого рода устройств, в том числе аккумуляторов, видно было, что все падало в цене. Да, видно, да. Что память начала падать в цене, что стоимость экранов ЛСД стала падать в цене, стоимость аккумуляторов естественно. забыл сказать, там командный экран ЛСД имеется в виду в машине, ТФТ, правильно, потому что ЛСД это препарат. ЛСД все правильно. Это препарат, он командный, на нем все управление выведено, и там и связь, и интернет, и все там есть. Liquid Cow Displaper вот здесь. Liquid Cow Displaper вот здесь. Вот, ЛСД. ТФТ это технология? Вот, там это существует. но очень интересная там эти технология лучше. Если взять развитие, допустим, миниатюрных вот этих смартфонов, да, которые уже по производительности процессора обогнали даже уже наутбуке. Да, потому что у них риск, риск процессор стоит на них. Да, потому что они уже, как это, вот маленький смартфон, он имеет уже там и 4, и 8. И самое главное, что они риск. Ну, просто сам фактор состоит, что получается, и они стоят по сравнению, допустим, с этими ноутбуками, там, не соземеримо, как бы там. Это тоже удивительно, да, вот как вот прогресс развивается. Развивается там, где на самом деле возможно, вот, возможно продажи, возможно наращивание. Да. Я хочу заметить, что часто говорят, что у них там на Западе кризис с клиентом, никакого у них консового настоящего кризиса нет. Кризис это у нас. И мы себя утешаем сказками, что у них там на Западе кризис. У них там естественным образом все развивается, причем одни отрасли как бы дают возможность развиваться другим, там, да, вот компьютерные технологии, но это возможно развиваться, как ты рассказываешь, автомобильные технологии. Да, 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 да. То есть оказалось, что, ну, ходят слухи, я в них верю, что, например, General Motors имела возможность строить электромобили по этому направлению пойти еще в конце 70-х годов. Но они специально свернули... Ну, сдерживали, я говорю... Специально свернули, чтобы не подорвать свой основной бизнес. Нефтяное лобби, на самом деле, все такие уродные... Ну, не только нефтяное, еще и автомобильное. И автомобильное, возможно, они все это сдерживают. Потому что вот такой простой автомобиль на самом деле подрывает целую, целую отрасль. Да, да, да. Которая рассчитана на производство двигателей. Их механизм просто внутренних сгораний. Вот то, что называется подрывные по Шумпетеру технологии. То есть, по большому счету, это убийца целой отрасли. То, что в Америке... Ну и создатель нового. Надо всегда так говорить, что одна отходит, другая приходит. Парамоны отошли в прошлое, пришли в другую. И что у них среда, бизнес-среда настолько благоприятна, что их соучредители по-прежнему продолжают это дело спонсировать, хотя они, смиря, 400 миллионов долларов в год убытка. Но сейчас будет меньше, поскольку они секретики заправок построили. всевозможные. Вот. То это все, как бы, действительно, это удивительно. Но важно понимать, что будущее в Америке уже наступило. В Америке. И тихонько пойдет в наш мир. Почему у нас наоборот? Это большая тайна. Ну, я думаю, что уже надо принимать нашим, готовиться к приходу электроавтомобилей на наш рынок и надо принимать какие-то репрессивные меры. Не пускать? Ну, не пускать, запрещать, лицензировать. Ну, потому что у нас бизнес на этом связан, нефтяной. Нет, подожди, ну, вот видите, на самом деле, когда нефть используют в автомобиле, это фактически деньги на ветер выбрасывают. Да, это пить ассигнации. Правильно. Вот поэтому, может быть, лучше нефть направить в химическую промышленность. Да, но тогда она упадет. А у нас, собственно, рынок защищать. И у нас будет антипокрессивская какая-то вещь. Может быть, когда-нибудь все-таки разум возобладает в человечестве, они начнут ресурсами рачительно распоряжаться? Ну, разум в человечестве, конечно, возобладает, не будет явно. Ни в коем случае. Потому что, представьте себе, вот у нас сейчас вот эти автомобили, самолеты, они очень редкие. За сутки должен получать разрешение, чтобы куда-то улететь на самолет, на своем личном. А в Анкоридже, с милой моему сердцу именем, на Новоархангельск, да, я с удивлением узнал, что у них 30, 30 аэропортов, представляете? Анкоридж, городок населения чуть больше 200 тысяч человек. 300, 30 аэродромов, и у них примерно на 100 тысяч населения, каждый, примерно около 8 тысяч самолетов. Получил, как обычные права, сел, полетел, летая себе спомнил. Может, на спецификах территории такого, что там нет дорог, допустим. Ну, дорог у них больше, чем у нас, возле настоящего Ахангельска, его прототипа. Ничего не отличается от того же Ахангельска, не зря он Новоархангельска. Понятно. Но он и там надо получать, и у нас нужно справки из ЖЭКа получать в большом количестве за 24 часа соответствующие ведомства сообщать, что мы куда-то решили полететь. А им не надо. У нас пошлины большие, а у них не являются большими пошлинами. И они там все летают как могут. И когда карбон подешевеет и самолеты еще упростятся, то будущее предоставят. область мы с Америкой пытаемся помириться силами или бороться. Надо бороться не на фронте политическом, не пытаться искать врага политического, а надо попытаться экономически что-то сделать. Они нас на самом деле действительно обгоняют, потому что просто живут, это как бы осуществляет свои некие идеи, реализуют их на практике, и это тем самым бьет по нам. То есть они, может быть, не очень хорошо выигрывают войны, но зато они замечательно выигрывают мир всегда. Это Америка, страна, которая постоянно выигрывает мир. Вот судя по поводу, она сейчас с этим стесном, всем остальным, опять выиграла мир. А у нас это невозможно, потому что при той элите, которая у нас сформировалась в государстве, у нас развитие невозможно. И я еще бы хочу обратить его общее внимание на следующий замечательный факт, что в настоящий момент Россия, это страна, целиком обращенная в прошлое. Отсюда и ностальгия. У кого по Сталину, у кого по СССР, у кого-то еще по православию, у кого-то еще. То есть нигде не существует образа будущего, везде существует только образ прошлого. Ну, если ты посмотришь любое древнее цивилизацию, у него золотой век всегда сзади, всегда прошедший. Да, да, и здесь тоже золотой век вот как-то. Поэтому мы все-таки цивилизации именно такого вот типа традиционного, старого склада. Да, поэтому популярно... А прогрессивские цивилизации, они как раз смотрят, что в будущее какое-то светлое будет. Да, и поэтому существует еще популярность вот такие ресурсы, как авторшок пользуется, где люди сидят и ждут простых каких-нибудь ухудшений на ситуации на Западе. Каждого из них радуется. Запад сам должен сложиться. Да, у него кризис какой-то должен наступить, там все должно быть разрушено, а наш нигде подорожает наоборот, а у него все кончится. И мы будем молодцами и так далее. То есть они ждут кризиса и развала тем, что Запад и что-то еще будет отброшено пошлое. И там, где наш золотой век. Вот чего они ждут. Это удивительная вещь, что у нас партия прогрессивская, то есть партия, движущаяся вперед и в будущее, в настоящий момент ее нет. И никто к этому не готовится. Потому что на самом деле, если вы думаете, люди исходят из того, что возможно. А никакое прогрессивское, вот на нынешнее поле российское, ничего прогрессивское такое невозможно. На нашем поле невозможна только ностальгия. Какой-то сейчас ностальгия по Советскому Союзу, была ностальгия по царской России. Помните, там страна, которую мы потеряли и прочие такие ностальгии. Теперь мы вроде как бы поняли, что царская Россия не очень была замечательная Россия. Теперь просто ностальгия по СССР, да? Да. И прочее. И когда, я думаю, кончится и эта ностальгия, она будет придумывать какую-то новую. Например, по сегодняшним временам пройдет 20 лет, они будут себя ностальгировать. Как мы сейчас хорошо жили. По 90-м годам. Или там нефть была дорогой, она еще кому-то была нужна, автомобилей Теслы не было и так далее. Это удивительное свойство нынешней ситуации, что устремленности вперед и в развитии нет никакой. Потому что нет таких реалий у нас, которые бы указывали, что мы можем устремиться туда. Мы постоянно находимся в состоянии отстающего. Отстающий спортсмен, он всегда, он ведь может думать о том, чтобы догнать впереди идущего. Но если он видит, что это невозможно, он будет всегда искать причины, почему он отстает. Да у него особая культура, там, он там на самом деле ногу подвернул, плохо покушал сегодня, там. А может быть ему и не надо бежать, он этого не хочет, может быть, надо наоборот вернуться на старт, там, придумать что-то новое. То есть это на самом деле специфика вот такой отстающей психологии. А Америка, она так уж устроена, вот изначально, как это государство так формировало, что они взяли на вооружение именно психологию лидера. Стать во что бы это ни стало лидером во всем. Ну, даже не сказать, что стали во всем лидером, просто они сами по себе служат прогрессу как прогрессу. И получается, что они являются лидерами. На самом деле стремиться стать лидером, это тоже какая-то ущербная позиция, я согласен. Поэтому они просто лидеры, по факту. Это, если, на самом деле, менталитет такой. Жить, и так получается, что они просто осуществляют и реализуют какие-то свои идеи, проекты, а по факту получается, что лидируют. Да, да. Я не думаю, что какие-то маски, которые Тесла подымал, какие-то пафосные идеи они двигали, когда он это дело создавал. Но тем не менее, вот получилось, что на сегодняшний момент вот эта Тесла-технология выглядит чрезвычайно перспективной и восхитивной. Единственный минус стоит добавить, что сейчас именно Америка делает свои прорывы за счет других. Такое бывает тоже. Но она еще сейчас делает свой прорыв за счет других. Почему? Потому что если у них будет электромобиль такой полноценный за доступные деньги, то означает, что все остальные рынки просто падут. Но я тебе могу сказать, что я сегодня вдруг для себя обнаружил, что на eBay я могу купить все, что угодно. Это на самом деле удивительная вещь. Я сейчас давно этим не пользовался. Я понимаю, это может быть целым для многих неудивительно, но на самом деле границ-то нет. Я могу на eBay купить там. Купить это ты можешь, но там... Таможенные сборы, я все понимаю. Нет, между их рынком и тобой будет почта России. Я все понимаю. Просто факт состоит то, что, как ты говоришь, что если они что-то создадут, это можно будет купить. Да, это может быть купить. Вот в чем проблема. Никаким образом ты это все не прикроешь и не закроешь. Да, и это большая проблема для нас, для всех. Потому что это означает, что наши деньги, весь наш рынок будет открыт для них. Потому что они просто гораздо лучше. По факту. По факту. Они просто этот автомобиль, если у тебя, даже в достаточно экономичном автомобиле, при его достаточно большой мощности, если у тебя стоимость сотки 300 рублей, а у них она равна нулю, вы понимаете, 100 километров, да, проехать, то мне до Крыма доехать, грубо говоря, значит, 3000, 6000, да, получается рублей. Ну, тоже не велика цена, ну что-то. А у них бесплатно. И это толкнет вообще все. Если у тебя будет автомобиль, стоимость которого проезда, наверное, близко к нулю, что, господа, подтягивайтесь к нему, все остальные, авиация, все прочее. Так, на самом деле, из-за разряда плюсов, что, возможно, вот мы как бы плащемся, что американцы как бы живут за счет других, лучше всех, да, и мы вроде видим, что вот есть одна страна, которая вроде в каком-то разном состоянии находится. Возможно, это тот самый путь, да, вот такой кривой какой-то, косвенный, по которому весь мир, в конце концов, к этому придет. То есть они создают технологии за счет других стран, а потом эти технологии становятся нашими. Ну, понятно. Они входят в нашу жизнь. Ну, нельзя сказать, что они за счет их других. Я бы... Компьютеры, да, например. Я бы собираюсь про это у вас специальный доклад сказать. Я хочу сказать, что есть еще ряд мелких стран, которые... Мелких, небольших стран, которые находятся на этом пути, то есть построение вот такого высокоэффективного когнитивного государства. Типа Сингапура, что ли? Ну, в Швейцарии больше. Которые ушли по этому пути еще дальше. Сингапур отстает от штата все-таки. Вот, например, в Швейцарии ушло дальше. Ну, понимаешь, маленькая страна, там, организовать население или там экономику... Ну, блин, ну, Португалия и Греции не ушли. А по Швейцарии ушла. В общем-то, население сопоставимое. Всегда ссылается на то, что в России какие-то особые климатические условия, трудности, малонаселение, малоплотное население. Нет, особенно состоит, что это наша замечательная элита, которая у нас... Ну, понимаешь, ты опять пытаешься искать врага. Ворага врага. И дело объективно. Я хочу отметить, что в Америке аналогичная ситуация была. У них была ситуация накануне гражданской войны в Америке. Сейчас эта ситуация представляет, что вот были отсталые южане и эффективные северяне. Было все наоборот. Эффективность у южан была выше. У них была монокультура, сахарного тростника. В это время Европа, в связи с резким повышением уровня жизни, сахара очень много начала потреблять. А тогда можно было делать только сахарного тростника. И у них было большое количество земель, подходящих к климату, и бесплатная рабочая сила, то есть рабы. И их экономика была чрезвычайно эффективна. Они были очень богатыми людьми. У Таракина это хорошо показано. И поэтому их экономика, несмотря на такой странный отсталый вид, то есть монокультура и рабский труд, она была гораздо эффективнее, чем экономика севера. И для них это была ситуация между прогрессом и эффективностью, война шла, в которой победил прогресс. У нас даже войны не началось. Между прогрессом и эффективностью у нас победила эффективность. Потому что у «Газпрома» тысячи кубометров добычи газа стоит всего лишь 3 доллара на скважину. Ну а как ты относишься к тому, что у нас особый ходит? Нету. Нету. Ну вот нашей сейчас возобладала такая, что наша страна имеет какой-то своеобразный... Это от беды и отчаяния. Это когда стало понятно, что мы не в состоянии идти по тому пути, по которому встанет весь мир, мы начали говорить «Ах, и не надо, у нас особый путь». Это от отчаяния. Это похоже на то, как лисица подошла к вороне, которую сыр держал, да? Нет, лисица и виноград, да. А он виноград достать не может, да, он, наверное, и не нужен. Да, он может и кислый, да. Он может и кислый. Да, вовно такая же ситуация. Потому что качественный ремонт у нас называется, евро-ремонт. И всякие остальные вещи. У нас сейчас все вот так устроено. Так что нам делать? Да ничего не делать. Плохо у нас все. Это все понятно. Но может бесконечно... Инопланетяне пролетят. Ну, это вот одна из... Это реалистическое. Инопланетяне, да, апокалипсис нас купит. Иисус Христос придет. Это реалистическое. И нам помогут, да. А фантастическое в том, что мы сами выползем, да. Ну, по другой версии, что богоматерь. Она у меня покорница России. Если попросить богоматерь про Гани Путина, то она, значит, имеется в виду, конечно, современная российская элита. Ну, я как-то не жду. Да я не думаю, что элита виновата. Я думаю, элита достойна народа, который... Нет, я думаю, что... У тебя какой-то, понимаешь, по теории заговора получается, что какие-то плохие... Где-то, знаешь, как раньше было? Хороший царь сидит, плохие бояре, как бы, а сейчас аналогично хороший президент. Нет, нет, нет. Это ситуация полностью... Плохая элита. Полностью аналогично американская. У них, как бы, было две элиты. Одна элита была прогрессистская, то есть промышленная. Это элита севера. Там миллиардеры, в первую очередь, делали это. Они строили университеты, основывали библиотеки, клиники и так далее. Наши покупают футбольные клубы, да? Наши олигархи. Но не университеты. Вот они такие были. И была совершенно другая экономика принципиально. Она находилась на юге. Это их экономика была гораздо, гораздо более эффективна. И в битве элит у них тогда победила прогрессистская, которая ухитрилась использовать ресурсы юга для дальнейшего развития страны. А у нас даже такого не возникло. У нас ведь тоже была какая-то наверняка в 70-х или 60-х годах, ну точно уже в 50-х, была элита, связанная, наверное, с Берией. Это вот такая высокотехнологическая элита. Ну, помните, первая тонн электростанции, запуск первоспутника. Но потом их элита, которая сидела на высокой эффективности, то есть на сырьевой марже, она их победила. А для нее университет является не способом развития, не способом будущего. Для нее это является дополнительной издержкой, как и Академия наук. И издержки это надо сокращать. Мы как бы победили в войне южане, и они бы с их точки зрения... Законсервировали бы свое состояние. Да, они себя бы законсервировали, а вот те издержки, на них еще север там зачем-то висит, они бы попытались эти издержки сбросить с себя, то есть сократить. То есть ты считаешь, что Академию Уран как бы не уничтожили, а перевели в такой статус более экономичный? Да, я их привожу в более экономичный этот статус, конечно. Это все-таки просики Газпрома своего рода? Нет, не Газпрома, просто... Потому что есть вести, что все-таки это Госдеп, там что-то... Нет, 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 это наша внутренняя логика. Они решили вот так поступить, они очень не любят. Всегда надо понимать, из чего состоит элита. Еще она состоит элита у нас. Ведь где-то у нас газ там добывают, нефть добывают, но этих рабочих никто не видит. Что главное тогда у нас получается в этом? В нефти и газе. Это их транспортировка. Стоит трубопровод, по нему идет нефть и газ. Кто-то это главный человек в этой экономике. Кто регулирует вентилятор, трубопровод. Кто-то, который трубопровод охраняет. А, охраняет. То есть главный тогда получается человек, это охранник. Поэтому какие у нас главные события культурные? А у нас только что прошел чемпионат мира по единоборству. Потому что самое главное в наше искусство это бокс, борьба, дзюдо, самбо и так далее. Что полагается знать настоящему охраннику. И это очень интересно. Открываешь телевизор, большая часть фильмов про охранников. То есть про прокуроров, про ментов. Они там в двух качествах, то плохие, то хорошие. Тем не менее, это вся поэтика одной охранников. Какая главная у нас специальность? Юрист. Это кто такой? Это тот же самый охранник. Которая как бы была поддержана юридически. Ну они по сути охранник занимают. Они потом менты, прокуроры, что-либо еще. То есть это охранники. И в результате у нас нынешние элиты, это элита по сути элита охранников. Вот нынешние. Они же все выходцы из всяких охранных структур. То есть кто-то из ФСБ, кто-то из внешней разведки, как все, что-либо еще. И для них любой академический человек, в том числе человек думающий, занимающийся наукой, он их не только то, что какие-то средства на него требуются. Не то, что он требуется на академию. Не то, что он вредит что-либо еще. А потому что он сам по себе не прятен. А кто ж ты умный-то такой? За серию ты очкастая. Или как Голковский пишет. Интеллигитик. Да, ну-ка иди-ка сюда, типа, за серию очкастая, я тебе болевой прием покажу. Тут подходит типа того, что и... Ой, типа того, что все говорю, понимаю, но есть вопрос, как же ты, горе мое такое интеллектуальное, до таких высот-то поднялся? Охранник говорит, сам удивляюсь. Но Голковского, он типа как Старикова, он валит все на... На газдеп. На газдеп. Что это те... Они нам поставили такую олигархию, и этих охранников, то есть Путина и компанию довели до высот власти. Специально. Но мы полагаем, что просто добыча сахарного тростника или качка нефти, она просто гораздо более эффективна. Ну вот если у тебя, ты украине по 500 продаешь, добываешь по 3, понимаете, да? Там еще, конечно, тариф на прокачку. Если однажды это кончится, значит, транспортнется, что ли? Я не знаю, что будет, но я полагаю, что ничего страшного не произойдет, и у нас выцарится диктатура, скорее всего, такого узбекской, кремовского типа. Ну там же тоже экономика практически отмерла. Но при этом... Но вообще-то сейчас уже есть возгласы со стороны православных, что надо бы царя, как бы, и они жаждают, и вроде даже пророчеств, и что Россия будет дан царь на недолгое время, до полного, так сказать, апокалипсиса. Ну, может быть. Но это, я не знаю, Кирилл уже не стал врачом, и они же все врачом, царем. Они же все и кимы, они же никто не являются царями формально, по чему, они формально являются президентом. И сейчас царем уже трудно быть. Ну, фактически. То есть она будет потихоньку, в качестве противоположности вещи, будет развиваться белорусско-узбекского типа такая диктатура. Она перестанет быть настолько мягкой, она будет более жесткой. А почему вы Россию-то не любите? Я люблю Россию. Я просто реалист. Ну, так если вы любите Россию, ну, что хорошего-то, что-нибудь с нами хорошее случится? Или вы хотите так же, как большевики, пусть там гражданская война, мы проиграем, пусть придут немцы, да. Ну, и... И чем хуже, тем лучше. Я говорю, что возможно только реалистический вариант. Хорошо, реалистический вариант. Либо инопланетяне, либо богоматик. Свет какой-нибудь там есть, там, свет какой-то, это, как туннель, там, конец туннель. Я хочу сказать, что мы очень похожи, что мы свою гражданскую войну в Америке уже проиграли. То есть север проиграл и юг, потом достаточно давно. Это понятно. Мы проиграли и третью мировую войну. Ну, это как следствие, как следствие. Это все понятно. Ну, так что надо сделать? Может быть, какие-то есть тенденции, по которым видно, что у нас тоже когда-нибудь что-нибудь будет правильное и хорошо? Не знаю. Или мы просто должны жить, поживать, как бы, ни о чем не думать? Нет, ну, мы только что-то, кто-то же чем-то занимается. То есть эту ситуацию надо продлить. Нет, просто если элиты недостойные, они не могут... Нет, смотри, пытаться ситуацию, спасти все, что можно. Можно делать действительно достаточно сложный и интересный философский семинар. Таким образом, сохраняя интеллектуальную культуру в стране, выкладывая ее в YouTube. А ты знаешь, как говорят, что если не будет у нас страны, то и вся наша культура тоже никому не будет нужна? Ну, может быть. По крайней мере, можно все, что сделать, вот эту ситуацию таким образом сохранять. Сохранять сложность определенного рода, интенсивность. Вот я говорю, то, что можно сделать в настоящий момент. Не, ну вот согласись, что мы уже запад, а Америку никогда не догонят. Да, особенно смогли, что этот фильм про завод Тесла, по нашему географии. Но это означает, что мы постоянно будем в той ситуации, в какой сейчас находимся. И постоянно будет запад где-то впереди, и мы постоянно будем где-то отстающим, и постоянно будут дны по поводу того, что наши элиты не могут ничего и прочее. Ну, не знаю, но ситуация очень печальная. Может быть, все-таки тогда ступить на свой какой-то путь, и куда-то там в сторону выдвинуть? Ну, в сторону православия, да? Ну, я не знаю. Пещера, Скорейды там. И не важно. Важно, что какой-то вот, какой бы он ни был безумный, но свой. Ну, зачем он нужен? Ну, потому что он провальный в любом случае. Нет, ну что значит провальный? Можно же взять свой проект какой-нибудь, какой бы он ни был. Знаешь, как говорят, что свое условно говоря, демо не пара. Нет, 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 альтернативы вестернизации нет никакой. Что даже Северная Корея... Ну, уже, в конце концов, азиаты как-то, там Китай как-то живет, Япония, там. Есть, конечно, у них тенденция к модернизации, все понятно, по западному типу. Но, тем не менее, их своя вот, своя обычность сохраняется. Может быть, нам не так уж не гнаться за каким-то прогрессом, а может быть, увидеть что-то вот какое-то сфальто. Да нет, они в первую очередь гонятся, конечно, за прогрессом все. Это гаднамцы, нет, и китайцы, и японцы, в первую очередь за прогрессом. Нет, ну, эффективность... Потому что у них не у всех получается. Пишите, эффективность, индустриализация, модернизация, она... Запад доказал, что вот в этом... Что это вот тот какой-то правильный путь, и как бы, и с точки зрения экономического роста, и благосостояния людей, и комфорта, и прочего. Но, быть может, есть какой-то другой путь? Ну, это понятно. Я имею в виду не инопланетяне, не приход Христа, а какой-то другой. Ну, особого пути я не вижу. Ну, можно, конечно, попытаться умереть, потому что... Какая-то особая, на самом деле, духовность, человечность... Ну, вот ты издеваешься просто, но... Ну, такой нет особой духовности, человечность. Не какой-то он, Шимбалы... Самобытность. Самобытность, Шимбалы, нет, а все... Что, березки, там, не знаю, что там еще у нас есть. Звенечек хедра России, да. Звенечек хедра России. Ну, это все, это ерунда. Не, но все-таки Россию вы не любите. На фоне автомобиля Тесла, тут, конечно, что-то сложное. Это именно тот самый аргумент, этот самый лом против... Сам это, видишь, в чем опасно таких вот прорывов, что они это делают не назло нам, они просто жут. Не назло, они просто жут. Но получается, что они это делают назло нам. И мы не можем это иначе понять. Это фактически вражеские происки. Да, потому что они полностью берут эту индустрию и уничтожают. Была создана автомобилестроительная индустрия. Открыли границы, выяснилось, что наши автомобили никому не нужны. Закрылась эта индустрия. А теперь закрыли границы. Засащили сюда большое количество европейских и азиатских автосборочных предприятий. Появится автомобиль Тесла, мы их опять закроем. Самое страшное, что вся нефтянка наша может пойти. Это так, да. И так сейчас нефть, это перепроизводство нефти есть определенное. А если потребление ее уменьшится, так все встанет. Да. Нефть просто ничего стоит не будет. Нет, она будет чего-то стоить, как уголь. Хотя он не является сейчас главным. А как насчет, кстати, арктического шельфа? Зачем мы за него так хватаемся и горимся? Ну а что делать-то? Там ведь все то же самое, ведь о чем там идет речь? Что там какие-то наши запасы, нефтяные, газные. Нет, но на самом деле мы провозгласили, что Арктика, вот там по Северному, к Северному полюсу привели пунктерчик, и считаем, что все это наши территории. Но мы пытаемся установить на этом суверенитет. Это все понятно. А если еще учитывать, что может быть нефть и газ, это будет невыгодно разрабатывать. Все равно, суверенитет так таковой. Суверенитет так таковой, потому что наклонношируют рубли и того нет. Тем не менее, мы за них боремся. Евгений Федоров говорит, что мы суверенитет давно потеряли. Ну, быть может. Так что за что там бороться? Ну вот мы боремся за суверенитет, пытаемся за это дело бороться. Может быть за Северный морской путь, что-то еще. Но ситуация там тоже тяжелая. В связи, выяснилось, что там чрезвычайно дорогая себестоимость его добычи. Стоит нефть и газ. А если в Духовных банках продавать? В Духовных банках продают на самом деле, на вокзалах. Воздух Петербурга, да. Видел же, в консервных. Здесь тоже можно Духовных продавать. Пойдет, может быть, даже, конечно, дешевле черные икры. Но дороже красных. В Духовных банках чего? Воздух звенящих кедров России. Ты подумай, вот Россия в царское время, да к нам иностранцы приезжали, потому что у нас лучше были экономические условия. Да, великий Эйлер работал в нашей академии наук. Почему же сейчас ты иначе? Почему же сейчас, наоборот, все уезжают? Ну, он и к нам Халк приехал. Это футболист. Ну, я понимаю, что... А что-нибудь замечательное к нам может приехать? Вот я слышал, что якобы вот эти старообрядцы, которые в свое время там убежали из революционной России, да, возвращаются для того, чтобы помочь России, как бы там осваивать какие-то там земли и так далее. Ну, не знаю, может быть, я осваиваю. Может быть, вот через них возродится та исконная, русская исконная. Ну, исконно-посконная, да, возродится. Да, да, та самая. Ну, а зачем она нужна? Деревенская. Так а зачем она нужна? Ну, чтобы кедры наконец-то зазвенели. А, чтобы зазвенели, кедры зазвенели, да? Кедры зазвенели, блин. А, ну, по-моему, даже кедры в нынешних условиях не звенят. Не звенят нифига, да. То есть, с одной стороны, как бы достаточно высокий уровень жизни сейчас в стране, как никогда. Ну, понятно, за счет того, который был достигнут, который был в Южных Штатах Америки, на коммунии гражданской войне достигнут, там тоже был очень высокий уровень жизни. Там был просто рай для белых. Просто они там практически не работали. Ну, если усереднитесь, наверное, по России, то это не так. Но в городах больших, Санкт-Петербург массово, там это... Ну, там тоже не все были так. Потому что у нас прогресс принесем в жертву эффективности. Вот принесем в жертву эффективности. Но вообще-то, если ты вспомнишь, когда мы эту рыночную экономику... Вообще, когда идеи рыночной экономики в массы были брошены, то именно эффективность любой ценой. Да, эффективность любой ценой. И вот это принципы экономики. Причем так, что отпускали все, отпускали цены, там, типа боритесь, да, вот это... В конкурентной борьбе достигайте успехов, а в итоге там предприятие промышленное огромное, не смогли никак бороться с мелкими частниками. Да, и люди это часто не понимают, что если вы уроните его в унижение населения, то у вас будет, значит, люди будут конкурировать, пытаться выживать и будут строить новую экономику. Ничего подобного. Вместо этого возникает экономика, которую я называю экономикой бедности. Ее метафорой является бабка, торгующая сигаретами в 90-х годах возле метро. И помните, количество большой бабок стояло, шаренгу 38-х проходило, они все эти сигареты предлагали. Вроде бы люди занимаются бизнесом, но это бизнес бедности. Стоило вот сейчас, после 2008 года, выплаты врачам, туслям и всем остальным выделить, у нас предпринимателей не осталось фактически. Почему? Потому что тот бизнес, который раньше существовал, который был построен в 90-х и в начале нулевых, это был именно бизнесом бедности. То есть это когда ты сидишь дома и профессор вяжет ценовку для голодающих стран Африки за счет того, что у тебя курс твоего национальной валюты сильно занижен. Ну и на самом деле, если честно, взять примеров того, чтобы люди поднимались из нуля в какие-то особо огромные высоты, таких примеров почти ведь нет. Да. Потому что всегда бывает, что, конечно, кто-то может немножко денег заработать, но... Совершенно нет, да. Но никогда не может вырваться в какие-то вот... Не может, потому что это все, что будет, но поднимется до какого-то уровня. Да, все это мифы, как бы, знаешь, что можно, да, вот как Золушку, можно там из грязи князи сразу... Да, это все сказка, это, как говорится, как вы стали миллиардером, миллионером. Я купил яблоко, помыл его за доллар и продал за два, а потом... Ну, выпил два яблока и так далее. И продал за... да, за два доллара купил яблоко, помыл, продал за четыре. А дальше купили еще четыре яблока? Нет, а потом умерла моя бабушка и оставила мне миллион. Да, это вот такая ситуация. И оказалось, что, вот я хочу обратить на эту точку зрения, что когда вы роняете уровень жизни населения, у вас в экономике начинает превалировать вот этот самый бизнес бедности. Маршрутные такси, палатки, бабки стоящие, кто-купенсию не получает возле метра с тачкой сигарет. Ну, а как же вот этот Е-мобиль? Это же от богатства, казалось бы, вот люди взялись за невозможное, да? Это же означает, что человек считал, что любые деньги готов потратить, не считая с расходами. Или тоже сколково, да? Сколько мы там еще должны миллиардов колотить, чтобы оттуда вообще хоть что-то там... Ну, они не работают, наши ситуации не работают, потому что занимался ей господин Вексельберка, он как был казнокрадом такой, остался казнокрадом. Его уже не переделаешь. Нет, просто ты заметь, что вот у нас модернизация, как бы, и вообще, как я говорю, развитием экономикой занимается некоторой, вроде, прослойка вот той же самой элиты, причем именно администрирует это развитие. У нас не происходит, как вот с этим Тесл, с заводом Тесла, да, который делает это, потому что вот единственники, просто экономический интерес снизу. Ты правильно говоришь, что у нас сейчас новая идея возникла, что все прорывы в экономике связаны обязательно с научными прорывами. То есть надо обязательно что-то какое-то нововведение какое-то научное внедрить. И отсюда же и связан этот проект Емобиль, что надо вот прорыв совершить, как бы, и вот оказаться в дамках, да? А ведь действительно, можно ведь экономику поднимать и просто, некоторого рода простыми вещами, да? То есть создавать, как бы, очевидное. Ну, не знаю, типа... Типа автомобиля Тесла? Ну, да. Ну, не очень очевидно. Тем не менее, надо было придумать, надо было создать. У нас этот проект был невозможен, конечно. Не, ну, очевидно же, что электродинерки всегда будут дешевле всякого рода. Ну, так это сто лет было очевидно. Ну, электромотор был создан, очевидно было, что надо создать автомобиль, который двигался... Ну, вот я могу сказать, что еще года два или три назад я вообще не верил, что на аккумулятор, то есть на этой штуке автомобиль может проехать какое-то вещь. Я все такие прозректно смотрю просто с презрением. Ну, там, чуваки занимаются 50 километров, проехал стол. Блин, а тут наши друзья, занимающиеся простой электроникой, то есть ноутбуками, довели батарейку до такой стадии, что на ней автомобиль могут ездить. Простую элективую батарейку, она вот такие там, в такой блоке стоят, вот они один на другим, вот так вертикально к углу батарейки наставлены, и все, и поехали.